Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Рассуждаю. Вот смотрите, он пьяный за рулем. Пьяный за рулем, что он сделает? Он задавит человека. Я только знаю где. Ну, возьми Захара. Я не знаю, это Ирина так. Задавили? Какой парень приезжал-то? И по сей день нету. А у нас приезжали из Тольменки, Толстого, Володя. Точно так же. А почему пьяный? А там показано пьяный, доказано. Его так на растяжку берут руки, прикручены. Все это нормально. Это в интернете все. Далее надеты у него здесь ременовые. И где самая выпуклая, тут у него открыто. Ему проезжают. Пульс прощупали. Теперь считает сколько. И вот показано, как у него дрожит тело. Наконец кожа просекается, кровь течет и продолжает пороть. У него маленько сдвинулось это. Снова перековали по-другому. А потом повели домой. Он на задницу-то не сядет, наверное, ни день, ни два. Да и лишат его еще лет на 30. Так это жестокие законы. Ну, то рассуждай. Рассуждай и увидишь. А сколько у вас по пьянке задавило? Ни одного. А сколько пьяных на дороге? Ни одного. Вот один пойман, ну и все. Китай рядом страна. Там людей много. Они их не очень-то халят. И вот замечены наркоторговцы. Показано, видно, молодая девушка стоит. Парни стоят рядом. Я один раз видел, 5 или 6 человек пойманных. Сзади стоят винтовки. Простились с родными, просились. Тюк-тюк-тюк. Больше никого нету. Там всех так. Это другие, другие законы. Нам надо маленько это помнить. Мы христиане. Нам мука вечная обещана. Если даже... Лучше передай больше. Но должником никогда не быть. Никому и никогда. У нас в уставе написано, не брать у государства и нигде под проценты. Никогда и нигде. У своего занял? Сколько есть? Вот сейчас в Ливан. Сбросили там молодого... Каддафи. Ливия. И у них закон был, если ты банк, банкерин, и даешь деньги, и процент там, смертная казнь. А тут как? Минимум 12%. И вот взяли люди, вот как, в кредит. А там разлилась вода. Работы нету. Хабаров. Они пишут до президента. Он говорит, я не могу приказать, потому что такого... Я не имею власти над ними. Вы сами договариваетесь. Они работать не могут, а каждый месяц увеличивается больше и больше. Они криком вопят. Зачем же ты брал, дорогой? Ты один раз перетерпи. Один раз займи у брата родного. Но не иди туда, где этим люди живут. Вот так. Это я поправку к этому. Не поправку, а дополнение делаю. Почему так много воров? Потому что и прокурор берет взятку. Вот юридический университет. Пятый курс. Пятый. Ну и задали вопрос. Скажите, а вы знаете, кем будете? Ну да, судьями, прокурорами. А какой у тебя оклад? Ну вот такой, ты называй это. Сколько? Каждый месяц я буду получать 75 тысяч. Ну а теперь тебе нужно что-то там сделать и предлагай 7,5 миллионов. Студенты. 90 почти процентов подняли руку. Мы готовы. И все. А верующий хочет, что я знаю, что я буду в аду гореть. Это нельзя делать. Говорить нельзя. Вот на нас, которые выходят, и видя, как мы живем, самые положительные отзывы о потерявке мусульмане дают. Как люди живут? Ни пьяни, ни маток не слышно. Как бы я хотел среди таких людей жить? Но я мусульманин. Притом разных мест, из разных государств у них очень строго. Поэтому никого не презрия, а добрая от человека возьми. Вот сейчас за него закладываешь. Может он еще делать? Может. Они хорошо бегают. Да, вон видно. Круги нарезали. Я хотел тут еще маленький вопрос. Правда или нет, Илья, что вы езжаете на какое-то время? Ничего не сказали. Мы бы заранее могли обдумать, Татьяны нету, где жить. Где там, ну, допустим, в больницу. Чтобы молились. 10 сентября. Все? 10 сентября, но... Ты всегда обращайся. Разве вы чужие? В первую очередь, мы говорим, и люди везде начинают молиться. К Богу. А это самое сильное ходатайство. Самый сильный врач. Теперь, не без Виктора Андреевича? Нет, нет, там... Там без Виктора Андреевича, да. Там не сложно. Как возможно? Где жить 10 сентября? Может, Татьяна вернется. У нее очень хорошо, около вокзала. Но она сейчас в Клочки поехала, там у Нины желтый рай. Она должна приехать. А? Она приедет к нам. Ну вот, ты имею в виду. Там будешь обихоженна, защищенная. Даже ничего у тебя не будет, тебя никто не спросит. Нет, спасти Христос, конечно, варианты есть. И тут тоже такое дело. Я не считаю его вором каким-то. Ну, просто несерьезно как-то. А я ответственный за это дело. А меня люди постоянно... Мои 2 тысячи там были. Ну, там батюшка давал, да я ему должен. Просто, что я отвечаю за это. И я переживаю все лето. Потому что я людям должен деньги. Вот просто помолитесь. Бог как-то это все решит. Все, больше вопросов нет. Давай. Спасибо. Спасибо.